Привет всем! Вы смотрите канал Noticru, и мы как-то давно не делали обзоров на ноутбуки HP, поэтому сегодня мы решили посмотреть на HP Envy 17. Это очень большая серия, там куча модификаций, но вы выбрали машинку из среднего ценового сегмента. Посмотрим на неё поподробнее. Первое, что следует обратить внимание, что если раньше Envy это была премиальная серия, то теперь она пришла скорее на смену ноутбукам Pavilion, то есть она стала такая именно средняя мультимедийная. Здесь у нас разрешение 1600х900, TN-дисплей глянцевый, бывают модификации с Full HD. И у нас теперь пластиковая рамка вокруг дисплея, а не стеклянная. У нас логотип Beats Audio всё так же остался, как на других Envy, то есть здесь как бы нам поджимается классическая акустическая система от Beats Audio с хорошим звуком, со всем остальным, но они чуть позже. Кажется, что ноутбук сделан из металла, то есть алюминиевый, как макбуки, но на самом деле это не так, он полностью пластиковый, никаких металлических поверхностей здесь нет, то есть это просто закос под металл. И теперь посмотрим на порты и коммуникации. Достаточно стандартный набор, но хорошо то, что здесь целых 4 USB 3.0, сейчас уже что-то стало модным ставить по 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, а здесь полноценные 4 3.0. И тут 31 мм толщина довольно неплохо для семнашки, и посмотрим на вес. Вес здесь почти 3 кг, то есть он достаточно тяжёленький, ничего особенного, такая классическая семнашка. И, наконец, производительность. У нас здесь Core i7 4702 в MQ и GeForce GT750M на видеопамяти DDR3. Tomb Raider 2013, как можно видеть, вполне неплохо себя чувствовать на высоких настройках графики. Ну, там проседает до 26, но на самом деле играть вполне можно. Hitman Absolution средний пресет настроек, и надо сказать, что здесь число кадров всё-таки не очень высокое, но опять-таки игра менее требовательная, чем бенчмарк, поэтому на средних настройках Hitman в аренном разрешении пройти вполне реально. Дальше бенчмарк Metro Last Light, это низкий пресет бенчмарка, но опять-таки это второй пример игры, у которой бенчмарк значительно более требовательный, чем сама игра. Ну, в конце, где вот эта вот сцена будет происходить, это самый финал игры, там, может быть, подтормаживать будет. А так, на средних настройках, на самом деле, игру пройти вполне реально. Теперь Crysis 3, средние настройки. Этот уровень достаточно тяжело нагружает видеокарту, и, как можно видеть, на средних настройках здесь ощутимо подтормаживает, то есть до 19-20 FPS падает, то есть, скорее всего, вы будете играть в Crysis на низких настройках графики на этом ноутбуке. Battlefield 4, а вот Battlefield 4 на средних настройках вполне шустро бегает, вполне удается всех нагибать, и все довольно здорово. На высоких настройках уже подтормаживает, а вот на средних вполне нормально. Менее требовательные игры, такие как World of Tanks или Dota 2, они будут идти практически на максимальных настройках, бед на мазок. И теперь посмотрим на синтетические тесты. А я пока расскажу, почему мы выбрали именно эту модель. Дело в том, что она стоит среднее по линейке, то есть, там, от 30 до 50 моделей, мы выбрали ту, которая примерно за 40. Здесь процессор Core i7, 750-я карта, у более младших моделей 740-я карта, она явно не вывозит эту ноутбуку. А от более дорогих там Full HD, и для игр Full HD это, на самом деле, здесь помеха, потому что, опять-таки, даже 750-я карта в Full HD будет выдавать очутимо меньше FPS. То есть, вот именно эта конфигурация, такая золотая середина, мощная видеокарта, чуть-чуть поменьше разрешение и мощный процессор. Теперь экранные углы обзора. Здесь 17,3 дюйма, 1600 на 900, ТН-матрица зеркальная. Надо сказать, что экран вполне неплох до такого типа матрицы, но ничего сверхъестественного от него ждать не стоит. Цвета достаточно сочные и яркие, в целом всё понравилось, но вот углы обзора, как и у любой ТН-ки, по вертикали сильно страдают. Во варианте с Full HD там будет всё то же самое, поэтому, в общем-то, опять-таки, если стоит выбор 740-я карта и Full HD, или 750-я и 1600 на 900, то лучше взять 750-ю карту, в играх это всё скажется значительно более продуктивно. А вот акустическая система от Beats Audio, к сожалению, возложенных в неё надежд не оправдала. Несмотря на то, что тут 4 динамики, ещё и сабвуфер встроенный, звук достаточно посредственный, то есть ничего особенного по сравнению с другими 17-шками, даже сложно это объяснить. Как мы уже говорили, здесь у нас всё пластиковое, это не металл, хотя выглядит достаточно стильно и прикольно. В верхней части у нас располагаются первые 2 динамика, ещё 2 динамика находятся на дне. Вот они, 2 логотипа Beats Audio, их тут целых 2, но, опять-таки, они ничем не помогают. Клавиатура. Клавиатура выглядит достаточно круто, как у Macbook, под клавиш достаточно удобно и всё хорошо, но она прогибается вот здесь, то есть именно в районе ВСД она прогибается. То есть в центре, например, она надёжно закреплена, так же, как с правой части, а вот именно вот эта часть она подпрыгивает и пляшет, то есть в играх это не очень круто. Не сказать, что сильно раздражает, но всё равно такой небольшой минус. Дальше у нас есть подсветка клавиатуры, она белого цвета включается с этой кнопочкой, причём подсветка идёт под клавишами, а сами клавиши это не гравировки, то есть именно буквы гореть не будут. Здесь отпечаток пальца сканер, у него есть лампочка, которая показывает, когда этот отпечаток пальца активен. Ну и последнее, о чём осталось рассказать, это тачпад. Тачпад здесь на самом деле не очень большого размера, он, естественно, нажимается в любом месте, поделёт в мультитач. Вот это вот не кнопочки, это именно просто какая-то окантовка, тачпад только здесь. Теперь температура рабочей области. Левая верхняя часть ощутимо греется, а вот где запястье, там достаточно прохладно, то есть в играх рука будет потеть. Посмотрим на дно, оно всё из пластика чёрного. На дне у нас находится куча венцелизионных отверстий, вот это вот огромное, вот здесь вот поменьше. Засасывается воздух, естественно, с них, а выдувается назад и вбок. Здесь же на дне у нас располагается внутренний сабвуфер от компании Beats Audio, тоже со стилизованным логотипом, но я бы не сказал, что я сильно его услышал, то есть вроде бы как что он есть, что его нет. Здесь находятся ещё два динамика, то есть всего четыре динамика, но звук у этого, как я уже сказал, не помогает почему-то, что очень печально. Батарейка 5400 мАч или 62 Вт-часа. В тесте чтения целых 6 часов получилось, в средней нагрузке в районе 3 часов, ну а в игры вы где-то часик поиграете. Откручиваем один единственный винт и снимается у нас крышка, то есть добраться внутренне очень-очень просто. Но добавить в систему охлаждения сложнее добраться. Дальше у нас два слота под оперативную память, здесь у нас в компании Unix два модуля по 4 ГБ, бывают варианты на 4 ГБ, на 16, на 12 и так далее. Здесь два контейнера для жёстких дисков, у нас установлены Western Digital Blue на 5400 оборотов в минуту по терабайту, то есть всего здесь у нас 2 ТБ. Опять-таки бывают разные конфигурации, 1,5 ТБ, 500 ГБ, 750 ГБ, то есть иногда бывает, что один из этих отсеков пустой. Слева от жёстких дисков находится батарейка для сброса биоса. И теперь пару слов о системе охлаждения. Вот это основное отверстие, именно через него засасывается весь воздух. Это отверстие не сильно работает, там привод находится здесь, также жёсткие диски они переживут. А вот если закрывать вот это отверстие, то наступит беда, потому что ноутбук достаточно ощутимо греется. И я могу сказать, что в нашем стресс-тесте, это одновременно Heaven и тест стабильности AIDA64, у нас всё-таки со 100 градусов температурки перевалили, и пошёл небольшой троттлинг процессора. Ниже базовой частоты он не опускался, но турбо-режим уже понижал частоту до 2.6, там где-то вот так. То есть именно троттлинг здесь имеет место быть. Теперь в итоге расскажем про ноутбук HP Envid 17. Минус – это клавиатура, то, что она прогибается, где VSD. Минус – это не самый хороший дисплей, не самая хорошая акустическая система, она просто нормальная. Но раз уж так рекламируют, то она должна быть всё-таки какой-то исключительной здоровской. Здесь ничего особенно в этом плане нет. Производительности здесь вполне хватает для современных игр, но я бы не сказал, что это сильно игровая машина, это скорее мультимедийная, с возможностью поиграть, такая для дома, домашняя. Что касается корпуса и качества сборки, то опять-таки здесь всё это из пластика, но достаточно стильно выглядящего. То есть он не пачкается, он не марки, выглядит алюминий, крышка немного продавливается в центре, но не критично. То есть в итоге ноутбук ничего сверхъестественного из себя не представляет, просто обычная семнашка. Геймерам я бы не криминал, потому что он греется. Остальным вполне нормально. Из обзора модель стоит 42 тысячи рублей. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.